И всем привет, ребят, с вами Петр Ваньки, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обновлениям, сегодня у нас четверг, как всегда после четырёх у нас выходит обновление, которые уже появляются в пятницу в игре, ну и мы вместе с вами, как всегда, по стариночке. Сегодня пройдёмся по обновлениям, обсудим, что у нас завтра появится, ну и конечно же, если вам подобного рода видосы нравятся, обязательно не забывайте поддерживать их лайком. Начинаем сегодня с первого анонса, который не сказать, что особо интересен, я всё-таки ждал именно списка обновлений, дабы посмотреть вообще, насколько жёстко нерфанули Теслочку, поэтому начинаем с менее интересного момента, это карнавал в танках онлайн, это что-то вроде дисконт уикенда, да, только, ну, такой ивентик с дополнительными скидочками и якобы новой какой-то дополнительной анимацией. У нас будут скидки с завтрашнего дня, именно с пятницы 13-го, скидки стартуют со скидок в магазине, дальше у нас скидки на гараж и в воскресенье скидки на микропрокачки 30 и 50, то есть обычные дефолтные скидки, которые у нас проходят в игре на дисконт уикенде. Дальше у нас идут праздничные миссии, ой, праздничные режимы, первый режим у нас с 13-го по 16-е пустыня Кунгур-Йоркши и второй режим через неделю вас посмока на долине. Для меня самое важное, наверное, это знать, все-таки, насколько игроков будет бой на вас посмоке, да, то есть если это будет 4 на 4, то это будет очень мало, а вот если бой будет, например, 8 на 8, с хорошей рубочкой на долиночке, на вас посмоках, с дропом, без расходки, без никаких дополнительных эффектов, я думаю, что это будет очень и очень достойно, по крайней мере, это будет интересно, если там еще можно будет хорошо подпикиваться, поиграть, ну, даже если не с группочкой, а просто с ребятами на голосе за счет быстрого подпика в один тайминг, то это будет очень круто, как по мне. Я до этого, которая у вас посмока у нас была на мостике, радовался и играл, мне зашла, наверное, первый раз, когда она вышла, это вас посмока, второй раз уже как-то менее было интересно, но все же что-то такое нестандартное иногда цепляет и заходит. Что касаемо демочки с голдопадом, да, то есть, ну, я как-то не знаю, в последнее время начал очень пассивно относиться к демкам, да, хоть даже и там и написано, что будет там повышенный какой-то голдопадик, не знаю, как-то мне не особо интересно. Пустынечка, конечно, кунгурчик, хорошая карта, можно будет там поиграть, может на теслочке, может на страйкерочке с дистанционным подрывом, посмотрим, да, заданки, скорее всего, там тоже какие-то надо будет выполнить. Ну и я забыл сказать изначально, да, то, что этот ивент у нас полноценный на две недели. На две недели будет, будет повышенный фонды и опыт с пятницы завтра по воскресенье, и потом через неделю опять с пятницы по воскресенье, с 20 по 23 Е, соответственно. Праздничные миссии 10 ультракантов дают 10 тысяч очков в режиме CTF, 300 танков на легких корпусах, 100 танков уничтожить на тяжелых корпусах, 300 аптек и 200 овердрайвов. По сути, довольно простые, дефолтные миссии, и в сумме можно заформить 5 обычных, 10 ультра и тут еще звезд в копилочку себе 400 положить. Из ультраконтейнеров ничего нового не появилось, я, честно говоря, думал, что появятся новые устройства. Здесь у нас, как всегда, осталось вот это вот замечательное устройство Тесла Электропушка, новых других устройств не ввели, хотя я бы, наверное, на месте разработчиков это сделал, хотя я думаю, что сейчас Орех сидит и думает, как занерфить Титана Тесла Чку. Сегодня уже произойдет, ну, вернее, завтра как бы, да, полноценно произойдет нерв. Но я думаю, что это не конечный нерв. Мы сейчас, конечно, к этому придем, но это я так, немножко забегая вперед. Из ультраконтейнеров ничего нового, коинбоксы дефолтные, выгодные спецпредложения. Интересно, вот мне будет, сколько будет стоить вот этот вот спецпак 30 ультраконтов... Ой, не туда щелкнул. 30 ультраконтов, 230 единиц ускорения и дрон ловкач. Если вот эта вот темочка будет стоить... Ну, если у нас было за 2030 дней према 30 ультраконтов, 50 тысяч кристаллов, Ну, вот, если эта тема будет стоить тысячу, 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 плюс-минус, да, то, наверное, я бы задумывался о покупочке. О покупочке. Мне кажется, что неплохая тема. Дальше у нас также есть спецпредложение, которое сблокирует слот защиты. 24-й, 220 ультраконтов и тут всякие скины. Это, наверное, будет опять за 20 тысяч продаваться. Оформление, праздничные билборды и прочее. Безделушечка. Ну и самое интересное, да, без чего я вообще не хотел записывать этот видос. У нас, ну, буквально только что, видите, написано, вышло обновление. Это... И изменения, которые ждут очень многие. И хейтят Теслочку, ребяточки. Поэтому без вот этого вот всего, если бы сегодня это не ввели, я бы, наверное, сказал, что, ну, разработчики вообще ничего никуда не смотрят. Да, и у меня были мысли в голове, то, что изменений не будет, да. Но всё-таки изменения будут. Что-то просмотрели и здесь реально есть о чём поговорить. Изначально самое крутое, что я хочу сказать, это то, что с 13 по 16 августа время в матчмейкинговых боях будет 15 минут. 15 минут. Это значит, что можно будет сделать новые супер-мега-крутейшие рекорды в матчмейкинге. По очкам, по киллам и по всем этим замечательным движениям. Конечно же, конечно же. Ну, вы же знаете, я любитель рекордов. Соответственно, я буду стараться. Постараюсь побить хотя бы свою циферку. Если я не ошибаюсь, было 14 тысяч кристаллов у меня в Джиггернауте. Когда у нас было там обновление со временем. Постараемся уже завтра сделать больше. Поддержите меня лайкозаврами. Мотивации накинете. Я вообще попробую двадцуху бахнуть. Бахну 20, будет вообще просто бомба. Обновлены еженедельные заданки. Что у нас говорили в видеоблоге. То, что теперь заданки можно будет полноценно выполнять. Не как по дням, да, они будут появляться как-то по какой-то другой схеме. Но я особо, конечно, ничего не понял. Но завтра уже, когда в игре появится, будет видно. Ну и в видеоблоге, я думаю, что там тоже по этому поводу еще поговорят. Во втором-третьем слоте не будет требования выполнять больше ежедневных заданий. То есть, теперь не будет той темы, как было у нас раньше. То, что там, например, было шесть вроде и девять. Или сколько там было заданок надо было выполнить. Чтобы забрать призы за недельные миссии. Теперь у нас написано то, что за один полноценный день можно будет получить все эти призы с еженедельных миссий. То есть, если там будет, ну, хорошая прям пачка. Вы эту всю пачку за день выполняете. И сразу все сливки снимаете. И потом просто ждете следующую неделю, чтобы следующие уже у вас заданочки появились. Ну, я как понял. Изменили содержимое недельных контов. И оно, сразу вам скажу, увеличилось. У нас, ну, как бы потенциально здесь написано то, что еженедельное задание. Теперь в награду дается один новый недельный контейнер за каждое. То есть, это в сумме всего три можно за одну неделю получить. Три заданочки. Три. Ну, и как я понял, да, то есть, за каждое еженедельное задание. Ну, да, вроде как у нас же три слота, значит, три новых недельных конта. И за каждый недельный контейнер можно получить 10 тысяч крисов, 30 аптек, по 100 всех припасиков. Да, остальных 30 мин, 30 батареек. Почему мин не дали тоже 100, непонятно, если честно. Хотя, ну, как бы, я бы дал бы всего здесь по 100 и не давал бы эти 30 мин, 30 батареек. Это как-то, ну, по-нищенски выглядит, если честно. Я бы уже все по 100 дал и дал бы. И 8 танкоинов. То есть, в сумме теперь можно будет за неделю заформить 24 танкоина. До этого можно было за неделю заформить с 6-ти недельных контейнеров 18. То есть, на 6 танкоинов больше. Ну, уже, как бы, ну, минимальный какой-то плюс есть. То есть, это уже, как бы, нормально. Овердрайв харька немножечко занерфили. Пробитие сокращено до 3 секунд. То есть, с непосредственным критическим уроном ничего не произошло. Просто пробитие сократили до 3 секунд. Нерф, который будет не так сильно, но чувствоваться. Не так сильно, но чувствоваться. Изменение устройства автопушки. Автопушку, ну, если вкратце сказать, да, не считать вот эти вот все цифрыки, могу сказать, что занерфили. Занерфили жестко, но я не понимаю, зачем так ее сильно нерфить, если на ней так особо никто не катает. Я бы этого не делал. Но, окей. Может быть, там разработчикам виднее, у них есть какая-то статистика по тому, сколько игроков играет на этой автопушке. Но я особо их не видел. Изменение настроек пушки. Пушки Тесла. Самое интересное. Самое интересное, что может быть. Дальность стандартного выстрела уменьшена на 2 метра. Дальность шаровой молнии уменьшена на 1 метр. По сути, это немного, это немного, да. Будет чувствоваться, но не так сильно по ощущениям. Устройство протокола замедления для пушки Тесла ограничивает дальность шаров 40 метрами вместо 50. На 10 метров сокращено. Тоже будет чувствоваться, но не так сильно. То есть, нерв есть, но он не жесткий. Он не жесткий. Доработана пушка молот. Увеличена зона поражения дроби. То есть, короче, доработали. Молот. Я надеюсь, что он будет работать хорошо. Надеюсь, что он будет хорошо работать без никаких проблем, без никаких дополнительных багов, лагов и прочей ерунды, которые у нас встречались в последнее время, когда там проходило очень мало урона и, ну, что-то было не так. Надеюсь, сейчас все исправили и будет все четко. Доработан механизм автонаведения. То есть, автонаводочка тоже у нас там хромала. Союзники, если вы помните, я вот играл на Крусейдере, там кидаешь сосульку. И она как бы должна лететь через или возле трупа, да, то есть, танк уничтожается. И, например, за трупом стоит следующий танк. И получалось так, что она игнорила труп и игнорила дальше танк и летела просто в стенку, да, то есть, в ближайшую стенку. И если там от стены кто-то стоял, тогда только от стены был урон. Если никого рядом со стенки не было, то и все. Как бы никакого урона нет. То есть, это был баг, который пофиксили. Наконец-таки, дошли до этого. Дополнен механизм взаимодействия некоторых овердрайвов друг с другом. Теперь дополнительно можно овердрайвами, бомбой, васпом и мамонта овердрайвом отключать бомбу, васпу, отключать генератор купола. Я так понимаю, что надо будет мамонтам въезжать именно в, ну, сам вот этот генератор, который ставит титанчик. Отключать шарик Ореса, отключать сосульку Крусейдера. То есть, дополнительные эффекты васпу и мамонта это ап, хороший ап. И васп и мамонт без того уже находятся, ну, чуть ниже, конечно, среднего, но в хорошем балансе, в принципе, да, в целом. И их еще апают. То есть, пытаются приравнять корпуса, и это очень хорошо. Шаровые молнии Теслы теперь возможно отключить овердрайвами куполом Теслы, ой, куполом Теслы, говорю, куполом Титана, овердрайвом мамонта, бомбой васпа и овердрайвом Хантера. То есть, по сути, это еще один дополнительный нерв, но все равно, все равно, он, как по мне, не будет так сильно чувствоваться. То есть, на бумаге из всего того, что здесь написано про Теслу, дальность уменьшена, да, у устройства протокол замедления занерфлено, и вот эти вот все дополнительные эффекты, которые с овердрайвами теперь будут отключать шары и стараться взаимодействовать, даже не то, что не взаимодействовать, контрить, полноценно контрить овердрайв Титана, плюс шарики, все Теслочки, да, то есть, ну, я себе полноценно рассматриваю комбину Титана Теслы, на которых мы катаем, и которые являются сейчас, ну, лучшей просто темой, которая есть. Понятное дело, что там у многих подрывают жопу, горит и говорят, что эта игра просто сломлена из-за этого, я с этим соглашусь, но все-таки, если мы рассматриваем с точки зрения имбы, да, то все направлено на нерв именно этой комбинации, не самой, как бы, пушки, а именно этой комбины, чтобы она не работала за счет вот этого большого, огромнейшего количества шариков, которые начинают вот эту вот охватку дикую делать, да, и даже при всем при этом, если грамотно, качественно все дело пускать и работать, то все равно можно будет добиваться примерно того же успеха, который был и есть у нас по сей день, но завтра он уже станет другой, да, поэтому будем тестить, смотреть на стримах, нагибает, не нагибает, надеюсь, что меньше, но что-то мне подсказывает, что все равно можно будет полноценно с этим еще работать и работать и работать. Также испавлены баги с Теслой, то, что заходишь, у тебя пустой баллон, также шары, которые визуально пролетали сквозь препятствия, исправлен этот баг, ареса шарик, который не всегда уничтожался Титаном Купола, так, что тут у нас, звук, да, Теслочки, доработан античит, я вот никогда не понимал вот этого античита, но ладно, окей, доработан овердрайв Викинга с пушкой Теслы, он теперь будет работать так же само, как и на продувах, и, наконец-таки, будет смысл играть с Викинга Теслой, я думаю, что, если вам это интересно, то мы это дело занерфим, ой, занерфим, затестим, затестим, конечно же. Доработанная загрузка шаров Теслы и исправлен баг по визуальному Круссейду. Ну, короче, для меня данный список обновлений был интересен исключительно тем, что они сделают с Теслой, я понимаю, что это не окончательный нерв, этот нерв будет чувствоваться и уже, как минимум, отсеет какую-то часть игроков, которые по сей день катали на Титана Теслах, их станет меньше, потому что этими комбинами станет управлять сложнее, но все равно, если катать полноценно не соло, а группой, я думаю, что эта тема будет работать, но менее эффективно. Поэтому поживем и увидим, ждем завтрашнего дня, завтра уже полноценно начнем все это дело обозревать, смотреть, тестить, ну и, конечно же, идти за новым, замечательным рекордиком по киллам, по очкам, по опыту. Пишите, что вы думаете по этому поводу, пишите, что вы думаете по поводу списка обновлений, по поводу нерфа Теслы, ну и по полноценному, ну такому, я могу уже сказать, мини-винтику, мини-винтику, да, спецрежимчики новые тоже. Пишите, что думаете, поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать, ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok